Кристофер Макдональд Рачель Ли Кук Стэнли Туччи Уэнди Крюсон И Максимилиан Шелл В фильме «Восемнадцатый ангел» Также в ролях Козимо Фуско Композиторы Стер Пароди и Джефф Иден Феер Монтаж Уильям Хой Художник Стефано Мария Ортолани Оператор Томас Аккерман Из книги Исаии, глава 14 Продюсер Уильям Харт и Дуглас Кертис И сказал Бог Люциферу, падшему ангелу Автор сценария Дэвид Сельцер Режиссер Уильям Бендли Как упал тыси неба, сын зари Разбился о землю, попиравшей народы А Лю... Рим А Люцифер ответил Зайду я на высоты облачные Буду подобен Всевышнему Я буду подобен Всевышнему Наступит этот день, когда он будет подобен Всевышнему И этот день, день Люцифера, настал Пять столетий назад Мы получили первое знамение Были созданы астрономические часы Цель его объявить миру День возвращения Люцифера Создатель часов пытался уничтожить собственное произведение Попросив, чтобы Господь защитил его от гнева сатаны Но в конце концов выяснилось, что Бог не мог справиться с сатаной Часы ожили, отсчет начался Астрономические часы предвещают возвращение сатаны Бостон Потом же, два десятилетия назад Знамение, которое было предсказано в священных текстах Наука позволит Богу обернуться против его создателя Когда человек сможет воссоздавать сам себя Вы выбрали телевизионный репортаж Ноябрь 1978 года Сегодня в университетском городке Кембриджа Официальные власти пытались закончить Многомесячные протесты, связанные с проектом профессора Майкла Бенедетти Который называется «Человеческие пустышки» Профессор заявил, что он может генетически создавать человеческие существа Эти эксперименты, по мнению многих, вызов Богу Эти эксперименты — это ужас, это адская работа Однако именно местная церковь в итоге и финансировала эксперименты Бенедетти Отец Симеон, который в свое время был отлучен от католической церкви За то, что верил в антихриста Я связывался с различными церковными группами Древнего Этрусского ордена Итак, наше задание — найти 18 прекрасных ангелов, как было предсказано в Писании Чтобы представить их Люциферу, и один из них будет избран для того, чтобы продолжать его работу на Земле Сатана не будет больше в облике зверя Он будет в облаке красави... Моци, Моцарелла Моци Я проспал Мы тебе дали поспать, у тебя же день рождения, Нора Ну, ты ведь знаешь, сколько у меня сегодня дел? Хорошо, я тебя подброшу, и к тому же, если ты опоздаешь на контрольную студенту, будут только в восторге Кстати, днем рождения Извини, что мне сегодня нужно работать, но отправляем в субботу Моци? 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 А ты не можешь взять у него интервью завтра? Он уезжает из страны И к тому же, мы уже почти закончили А кто он, ты говоришь? Специалист в моей области Муми? Кто бы говорил Музыка — это живая вещь, Нора Ты оживляешь, когда играешь Так же и древние цивилизации Каждый раз, когда ты начинаешь ими заниматься Он специалист поэтрусском А, конечно, такие Улитки, что ли? Это древняя цивилизация Что у нас с котом, а? А что с котом? Его нужен, как ветеринар, он слишком толстый У него будет инфаркт Мне нужно так много кормить курицей Мам камеру не забудь Хорошо, ветеринар сказал, что фотографирует его до и после Он у нас будет позировать Хоть тот у нас будет моделью в семье Ну, довольно А отец Кэтрин занимается рекламой, он сказал, что если я захочу... Люси Так вот, это и был единственной целью композиторов 15-го, 16-го и 17-го веков Переложить слово Божье на музыку А у него неплохие были слова И хотя я пойду через долину смерти Бог мой пастор и так далее И вот то, что я сейчас вам сыграю, было придумано не в 20-м веке, не по телевизору Это придумал Вивальди Который попытался создать новый ритм Для того, чтобы оживить спящий 17-й век Мне нужно возвращаться домой Мне нужно все-таки приготовить все У нас же это ветеринка для пап, он об этом ничего не знает, так что я должна все делать сама Да я понимаю, но ты понимаешь, что отец Семен прилетел из Италии на один день Он улетает обратно сегодня же Я тебя вызову такси Хорошо, мама Отец? Отец Семен Как вы? Это моя дочь Люси Да Ангел Твоя мать сказала мне, что ты хочешь, чтобы твоя фотография была в журнале Это твоя мечта? Наверное И еще я сказала ему, что я против этого Твоя мать очень мудрая женщина И она сказала мне, что скоро день рождения твоего отца, да? Да Сегодня И ей нужно торопиться домой Я сказала ей, что мы можем отсюда вызвать такси Да, конечно Отец Семен? Отец Семен Отец Семен Отец Семен Отец Семен Отец Семен Привет. Ты что, отказался за какой-нибудь операцией? Ну ладно, ладно. Мама дома? Нет, у нее интервью. Давай быстрее. Лёси! Лёси! Сюрприз! Где она? Где она? Где мама? Где мама? Я сейчас. Папа! Почему меня к маме не пускают? Ну что? Она умерла. Мне очень жаль. Мама! Она умерла. Мама! Нет, нет, нет! Эй! Додд? Как ты поживаешь? Я просто... Это бумаги Норы. Я пытаюсь найти ответ. Ты знаешь, мы подумали, может быть тебе уехать на какое-то время. Вот твой босс говорит, что он тебе, конечно, даст несколько дней, а я могу задуман присмотреть, если хочешь. Я просто хотела сказать, что моя мама спасла этого кота. Он застрял в старом ящике из-под сыра около итальянского ресторана. И он, наверное, слишком много съел и не мог выбраться обратно через эту маленькую дырку. Он ее так любил за это. Почти так же, как и я. Почти так же, как папа. Он, наверное, не знает, что ее больше нет. Но я знаю, что мы все будем скучать. Нам всем ее будет не хватать. Я бы очень хотела когда-нибудь увидеть ее на небесах. Но я не знаю... Я только знаю... Она была счастлива. Она была счастлива. Экспонаты в этом крыле показывают древние формы искусства. В середине шестого века до Рождества Христова. То есть они были сделаны... Когда? Более 2600 лет назад. Девочки, девочки, не отставайте и не болтать. Девочки, не отставайте. Девочки, не отставайте. Лёси! 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 Отправь вот эту. Интервью Симеона. Интервью Симеона. Интервью Симеона. Интервью Симеона. Интервью Симеона. Чтобы Люси очень понравилось. Привет. Привет. Ты нормально себя чувствуешь? Нормально. Хочешь, пойдем поужинать? Я не хочу есть. Это что? Прислали сегодня. Экспресс почтой. Тебе нравится? Откуда это? Флориан Фавино гений. И он всегда делает такие неожиданные открытия. Кэти в Сомали, в мечети. Анна Белль на кухне во Франции. Он их находит бог знает где. Но они все в итоге зарабатывают по 10 тысяч долларов в день. В Париже и Милане. Ну а вы что-то имеете? 20 процентов. А за это мы оплачиваем трехмесячную подготовку с Флорианом, его женой в Италии. И, конечно, раз в месяц вы будете получать билеты первым классом, чтобы навестить ее. Как навестить? Вы что, шутите? Я что, я одну отпущу? Я понимаю, это новая идея для вас. Но вы можете связаться с родителями Кэти, Нины и Симоны. Это очень щедрое предложение, но простите. Просто мне очень не хотелось бы сейчас разлучаться с дочерью. Простите. Профессор Мэндраму. Департамент исследования музыки. Я так и думал, что ты здесь. А ты не хочешь сыграть это на самом древнем церковном органе в Европе? Ля Кьеза де Санта Мария в Риме. У них там обновления, реставрации, им нужен кто-то, кто сможет документировать их музыкальные архивы. Они послали запрос к нам и попросили именно тебя. Так это знаменитое, я и не знал. Ты знаешь, некоторые работы там были закрыты еще в 16 веке. Этих нот никто не видел. Люсь? Что такое? Это Матси. Звонили от ветеринара. Он болен. Его хотят усыпить. Мне очень жаль, милая. Почему у меня все забирают? Я всегда буду рядом с тобой. Люси, у тебя впереди целая жизнь. Люси! Ты спишь, нет? Ты знаешь, я думаю, надо больше делать вот это. Понимаешь? Ну не что-нибудь сексуальное такое, а вот просто вот такие милые фотографии. Видишь? Понимаешь? Никаких грязных журналов. Вот и все. Брекфак? Завтрак. Манджаре. Манджаре. Да, да, да. У вас есть вареное картош... Нет, вареное полло без соли. Вы специально заказывали заранее? Нет. Я пойду проверю. Спасибо. Грация. Вареная курица? В честь Матси? Я заехал к Ветеринару и сказал, что это его любимое блюдо. Ты хоть попрощалась с ним? Ага. Знаешь, о нем точно позаботятся, милая. Не думаю. Нет, курицы нет. Может быть, рыбу? Си. Си. Люси. Кошка без документов. Да его в карантин отправят тут же. Так, спокойнее. Смотри вперед. В глаза не смотреть. Бонджорно, сеньорина. Мяу. 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 Люсиа. Люсиа, красавица. Какое лицо, а? Это моя жена Габриэла. Очень приятно познакомиться. Очень приятно. Ангельское личико. Она говорит, у него просто ангельское лицо. Ангельское имя. Бонг, медальское лицо. Папаян. Я не лиш vardır. Оскадальный для верх. Это fiz. Алло. q. Утно. Валле Думброзо. Валле Думброзо. Вы уже долгое время работаете над этим проектом, над нашим проектом. Боюсь, что ваша работа уже закончена. Я не понимаю. Мне казалось, что у нас общий интерес в этих исследованиях. Мы позаботимся о том, чтобы вы смогли спокойно вернуться в Штаты. Что происходит? Это все ради более высокой цели, чем вы можете понять. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Девушки отдыхают Гатто, Гатто, Даня здесь повсюду. Нет, нет, нет. Моего кота. Он такой серый, очень толстый. Вы не можете его поискать? Садись. Давай. Люси! Люси! Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я что-нибудь еще могу для вас сделать? Может быть вызвать полицию? Поджо нет полиции. Кажется, есть охранник в банке с пистолетом. Но ведь вы же не хотите пристрелить Дамиано? Нет, нет, я хочу убить Дамиано. Вот ваш шанс. Спасибо. Мы видели его, но он убежал. Ты что делаешь, черт возьми? Ищу Моци. Папа, у него такая обладательная мышь во рту. Я не хочу говорить про Моци. Его вот здесь вообще не должно было быть. Я не хочу, чтобы ты полуголая моталась. Бог знает, с кем, Бог знает, где. Папа, ты не понимаешь, нет никаких объяснений этого. Иди, оденься. Ваш совет мне не нужен. Ну, может быть, в этом вы ошибаетесь. Субтитры сделал DimaTorzok Да? Я прошу прощения за мое поведение. Я... Обычно я... Господи, простите. Он мой сын. Он был в булочной. А потом его нашли на дороге, около кладбища. Теперь я каждый день хожу на его могилу. Я пытаюсь найти ответ. Он был так красив. У вас есть еще ребенок? Да. Я готова сделать все, что угодно для него. Послушайте. Мои проблемы, это не ваши проблемы. Ну, я еще раз прошу прощения. Моци! Моци! Папа! Что? Моци! Моци, брось! Моци! Это животное уже умерло. А что это? Это даже не мышь. Какое-то лицо у него неправильное. Телефон там в доме не работает. Вы сможете его починить? Конечно. Мы пришлем кого-нибудь. Флориан, Габриэлла! Флориан, Габриэлла! А, это тот молодой человек, о котором я вам говорила. Который звучит от русского. Массимо Пенна, мистер Стэнтон. А, вы американский ученый. Да, я про вас слышал. Да. Он сам ученый. Ну что вы, я всего лишь студент семинарии. Не то, что вы. Но я тоже еду в Рим, как и вы. Люс, все будет в порядке с тобой? С ней будет все в порядке, папа. Она сегодня начинает работать как взрослая. Правда, все будет нормально. Мы же для этого сюда приехали. Я с нее глаз не спущу, не волнуйтесь. Ладно, веселись. А, вот вы где. Итак, вас интересуют от русских? Мою жену они интересовали, да. Вы правильно что делали, что сюда приехали? Вот эта церковь там. Это была от русской церковь. Как она называется? Иль Дичото... Очень хорошо. Лакьеза де Дичото Энджелли. Церковь восемнадцати ангелов. Очень строгий монастырь. Отец-настоятель никого не пускает. Массим, у сеньора Санфелла это неинтересно. Он может говорить, говорить... Интересно, конечно, это церковь, например. Попрошу билеты. Так названо потому, что есть от русской легенда, что дьявол вернется тогда, когда явятся восемнадцать ангелов. Массим, не утомляй нас. Тодд, ты меня нормально слышишь? Да. Слушай, у меня есть номер, где мы остановились. Ты сейчас там? Нет, я здесь в церкви. Уже работаешь? Как дела-то там? Ну, в общем, странно. Странно? Что значит странно? Ты в Риме. Дольче Вита. Что значит странно? Ну, понимаешь, дом, где мы живем, люди, ну, все там. Да, как Люси? Сейчас она на меня злится. И когда мой кот вернется? Когда проголодается. Он болен, ему лекарство нужно. Папа это знал. На него так не похоже, чтобы он взял и ударил кота. Ему очень не хватает твоей матери. Это естественно. Щекотно. И нам нужны твои уши. Кота и что? Кот тоже там? Был там. Он подносил мышь. Какого-то мутанта. Господи, ужасного такого. Не знаю, ну... Помнишь, он того профессора, что по телевизору показывали? Бенедетти? Да. Большие уши, маленькие глазки. И клыки вместо зубов. Ну, у науки никогда не бывает прекрасного лица. Мы с мамой часто ходили к сметологу. Она покончила с собой. Я не знала. Говорят, что если покончишь с собой, ты не можешь попасть в рай. Ты попадешь в рай. Я тебе это гарантирую. Кто знает. Может, я тоже когда-нибудь покончу с собой. Нет. Этого не будет. Ты знаешь, может быть, конечно... Я слышал, что у него были какие-то итальянские спонсоры, поэтому, может быть, он туда и уехал. Итальянские? Слушай, дай мне номер факс, я тебе пришлю все, что смогу найти. Ну ладно, как там Люся еще раз? Начала уже позировать? Да, сегодня. А так зачем это дело? Маску? Чтоб ты была вечной, бомбина. КОНЕЦ Только что привезли ребенка. Мертвого ребенка. Я не позволю, чтобы моя работа была запятана этим. Ты понимаешь меня? Не позволишь? Я тебе раньше говорил. Это ради высшей цели. Это высший союз науки и сатаны. Когда познание человека позволит ему воссоздавать себя, Бог уже будет не нужен. Да о чем ты говоришь? Мои пустышки это не воссоздание жизни. Сатана не может быть рожден человеком. Наука может лишь создавать пустышки. Она не может подарить им душу. Я могу. Нужна только одна душа. Душа Люцифера. И прекрасное лицо для нее. Но это неправильно. Это зло. И я не позволю тебе продолжать это безумие. Пусть Бог проклянет тебя на веки вечные. Генетик защищает проект человеческих пустышек. Преследуемый генетик скрывается в местной церкви. Продолжение следует. Нора. Нора. Спасибо. Вас интересует генетика? Бумаги. Нет, нет, это факсы. Это Симеон. Отец Симеон. Вы знаете его? Ну, конечно. Си. Я же вам говорил про него. Отец-настоятель в монастыре над долиной, который никого не впускает. Это его церковь? Одна из них. У них еще есть приход в Англию, по-моему, и в Америке. Да. В Бостоне. Я нашел вот это. Ты рылся в моих вещах? Я разбирал вещи просто. Это кто? Это священник. К которому мы тогда ходили. Но что ты там делала? Слушай, я не знаю. Она у него брала интервью для какой-то статьи, она хотела бы сфотографировать, но не давал. Что он тебе сказал? Он сказал, что я красивый, или что-то в этом роде. А что дальше было? Я сказала тебе. Она мне вызвала такси, и я уехала домой. Люси. Послушай. Посмотри на меня. Я хочу, чтобы мы уехали домой. Но скоро начинаются съемки для альбома. Ты сможешь заниматься и в Бостоне. Здесь что-то очень не то. Да здесь все нормально. Что здесь не то, это когда то, что Моци убежал. А ты с момента приедет и ведешь себя странно. Мы поищем его завтра. Поищу. Дай мне надо думать, что он будет в монастыре, потому что там их кормят. Нет, Люси, послушай. Извини, что я ударил кота. Я завтра поищу его. Найду я его или нет, мы уезжаем. Вы должны его знать. Нет. Церковь наверху, монастырь. Вы там никогда не были? Они никого не впускают. Слушайте, этот священник, этот человек был последним, кто видел мою жену живой, перед чем она покончила с собой. А теперь он здесь, и мы здесь. Тогда уезжайте, если нужно, уезжайте. Мне очень жаль, что так получилось с вашей женой. Мария Лена, расскажите мне. Завтра я попрощаюсь с моим сыном, и после этого я тоже уеду. Если вы знаете что-то, спокойной ночи. Матси? 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 Бог создает человека по своему подобию. Поэтому сатана не может быть рожден человеком. И использует человека, чтобы создать совершенные сосуды для своего триумфального возвращения на Землю. Бенедетти. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Он говорит, что мы должны быть щедрыми... Подарить одного из наших котов... Нет, нет, спасибо, никаких больших котов... Мы вообще-то едем домой... Какая жалость... Вот почему так важно найти его сегодня... Здесь есть кто-нибудь главный... Который мне может разрешить осмотреть здесь все? Да, конечно... Здравствуйте, отец... Приятно познакомиться... Грация... Он говорит, что жаль, что вы возвращаетесь в США... И вы пропустите праздник Пасхи... Так он говорит по-английски... Вы же говорите по-английски... Он говорит, что он безнадежен... Но вы же разговаривали с моей женой... Норрестентон... Он говорит... Да, писательница... Она с вами? Она больше к нему не вернулась... Когда договаривались... Нет, нет... Она больше не со мной... Что он сказал? В Америке развод это слишком легкая вещь... Она покончила с собой... Вы были последним человеком, который ее видел живой... Я хочу поговорить с вами... И поговорить по-английски... Моя жена что-нибудь говорила вам... Он говорит, что она всего лишь задавала вопросы... А он всего лишь отвечал на них... Интервью... Интервью... Но это неправда... Он сказал, какая красивая у меня дочь... А они разговаривали... А... Дочь моя не говорит по-итальянски... Значит, он говорил по-английски... Нет, простите... Мне нужно поговорить с вами о моей жене... Прошу вас... О, нет... Моци... Прекрасно... Великолепно... Так, выше подбородок... Вот так... Вот так... Люси... 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 Мари-Элена... Эй... Где Люси? Может быть, уехала с Марией-Эленой... Мне нужна машина... Пожалуйста... Прекрасно... Прекрасно... Слушай, это Дамиано... Да... Он уехал... Пора... Грация... Мари-Элена... 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 Мария Лена! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что он сказал? Прекращена мозговая деятельность Она запуталась в веревке Веревка запуталась у него вокруг шеи Перебито горло Что? Подожди, подожди Ты где сейчас? В городе Витербо У них здесь есть что-то типа Ну, приемного покоя Она сама дышит? Без помощи аппаратов? Да Значит, горло у нее не перебито Кто тебе это сказал? Врачи Да ни хрена они не знают Дай мне номер, я им перезвоню И не говори мне про то, что у нее прекращена мозговая деятельность У них небось даже нет необходимой аппаратуры, чтобы это проверить Не знаю Итак, вот что мы сделаем Поезжай в другую больницу В Рим, там около Рима, не знаю Ты сможешь? Здесь была женщина, но... Я пойду к тебе в кабинет И позвоню врачу в Италию, хорошо? Вы кто такой? Доктор Риньери Специалист по повреждениям Позвоночника Вы нам не нужны, я увожу ее отсюда Доктор в штатах все организует Свяжитесь, пожалуйста, с Пенни Массимо Пенни, он живет в Вале Домброзо Скажите, что случилось, и попросите его сейчас же приехать Но, сеньор, ничего сделать нельзя уже Это мы еще посмотрим Вы знаете, у меня были пациенты в таком же состоянии Я осматривал их для пересадки органов, и мы хотели бы... Слушай, ты Пока мне не скажет специалист, я не поверю, понятно? Она отсюда уедет, и уедет целиком, без всякой пересадки ее органов Как хотите Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну так вызовите его. Хорошо? Понимаете? Это срочно. Нужно немедленно с ним поговорить. И позвонит мне по тому телефону, что я вам дал. Понимаете? Да, в США. У вас к телефону, сеньор. Говорят, из Америки. Пожалуйста, побудьте с ней, хорошо? Си. Я капеллан больницы. Да-да. Ваш помощник сказал мне, что случилось. Ну сейчас не самый подходящий момент, отец. Хорошо. Подождите, отец. Простите. Я прошу прощения. Просто я, понимаете, ну не очень. Среда считал, что религия немножечко слишком язычна. Вы смогли вызвать сеньора Пену? Да-да, он едет. Алло, Тоб? Алло. Алло. Там никого нет? Люси. Люси! Сестра, где она? Ее забрали, сказали, что вы поедете с ней. Кто сказал? Куда? Ну, ваш врач? О, боже. Какая... Продолжение следует... С ней все в порядке, мне позвонили. Вы один из них? Их? Люси исчезли, они ее забрали. Чем я могу вам помочь? Отвезите меня в монастырь. В монастырь? Да, отвезите меня туда. Не делайте это. Мы возрим полицию. О, мой бог. Это невозможно. Сеньор, я должен оставить вас. Я не могу здесь оставаться. Нет, подождите, подождите. Вы сказали, они считают, что дьявол... Должен появиться после появления 18 ангелов. Да, здесь 17 детей. Простите, я не могу здесь оставаться. Простите, я позову кого-нибудь на помощь. Простите, я не могу здесь оставаться. 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 Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Что вы с ней сделали? Что вы с ней сделали? Освятили ее. Как только я ее увидел, я понял, что она сможет замкнуть круг, из которого избран будет один. Но это безумие. Это не безумие. Это пророчество. Союз науки и сатаны, которые разделят навсегда человека и его Бога. В тот час, который был назначен этрускими пророчествами. Подождите, она жива? Скажите, где она? Она близка к совершенству, как и все остальные, которые лежат, готовые. Даже не зная, что лучший будет избран и воскреснет, как Христос, тот прекрасный день. Уже более не в облике зверя, а в облике красавицы. Не делайте этого, это же мой ребенок. Моя плоть и кровь. Тогда пусть эта кровь льется, как кровь Христа, и льется вечно. Братья, на протяжении тысячелетий мы ждали этого момента. И теперь, согласно трускому календарю, этот день пришел. День восемнадцати ангелов. С самого начала, Люцифер, падший ангел, хотел, чтобы мир был совершенен, а Бог создал несовершенный мир. Мир, в котором много ненависти, крови, войны. Никогда не было более кровавого времени в истории человечества, нежели христианство. Вот почему мы избрали Люцифера, светлого, нашим Богом. Наука человека создала возможность сделать это лучшим миром. Нам только нужна красота и невинность. И мы нашли и то, и другое. КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА Бог умер. Воскресим же, Люцифера! КОНЕЦ ФИЛЬМА 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 Отойди от неё Люси 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 Лю 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 Eugene Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Доктора сюда! Доктора, пожалуйста! Доктор! Мне нужен врач! ДимаTorzok 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 ДимаTorzok